МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Карелия проголосовала". Итоги выборов. Цепло в некоторые дома Петрозаводска пришло уже сегодня. Кто счастливчик? От работника советской торговли до бизнес-леди. Секреты лендерского отельера. Добрый вечер. О событиях минувших выходных и дня уходящего в материалах журналистов телеканала Ника+. В эфире новости в студии Алена Сянти. Карелия проголосовала. Центральные избирательные комиссии республики озвучили первые итоги народного волеизъявления. По предварительным данным, самый большой урожай мандатов всех уровней собрала Единая Россия. У остальных партий все сложно. С подробностями Александр Лычагин. Несмотря на бессонную ночь, сотрудники центра избиркома встретились с журналистами и рассказали о предварительных итогах единого дня голосования. На избирательные участки Карелии пришли около 40% избирателей. На 10% меньше, чем в прошлом году. По данным ЦИКа, на выборах в Государственную Думу в Карелии победа досталась Валентине Пивненко. За нее проголосовало 77 653 избирателя. Это 36,56% голосов. На втором месте Петеляева Ирина Владимировна. За нее проголосовало 37 118 избирателей. Это 17,48%. В Карельском парламенте нового созыва партия власти может рассчитывать на 24 мандата из 36 по 3 места. Достанутся представителям КПРФ, ЛДПР, Яблоко и Справедливой России. В 2011 году в Заксобрании Карелии было 50 мест. Однако, по словам Алексея Бахилина, кардинальных перемен в составе парламента ждать не стоит. Разве что конституционное большинство на этот раз останется за единой Россией. В Петрозаводском городском совете практически та же картина. Из 28 мандатов единороссы могут рассчитывать на 18. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. В единый день голосования в Карелии открылись 469 избирательных участков. 127 из них работали в Петрозаводске. Проголосовать 18 сентября смогли даже транзитные пассажиры, заключенные СИЗО и избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства. Процедура для всех одна. Паспорт просили предъявить даже известных петрозаводских людей. Полдень. Участок в индустриальном колледже на Ленинградской. Александр Худилайнин здесь вместе с супругой. Несмотря на известность, в избирательной комиссии губернатора просят предъявить паспорт. Таковы правила. В кабинку очередь, поэтому приходится подождать. Есть время ознакомиться с каждым из шести бюллетеней. Карелия участвует в выборах депутатов Госдумы, Законодательного собрания республики. Проводятся выборы в органы местного самоуправления. Петрозаводчане голосуют за кандидатов в депутаты Петросовета. После голосования Александр Худилайнин общается с наблюдателями. На нарушения не жалуются. Говорят, только что мерзнут. Протапливаем. Северный район уже затопили. С журналистами глава говорит об окончании горячих дебатов и в целом избирательной кампании. Завершился длительный политический марафон. Мы видели кипящие страсти на экранах телевизоров, в средствах массовой информации, в агитационных материалах. Ну, слава богу, все закончилось. И сегодня у нас была возможность или есть возможность выбора достойных кандидатов. На другом участке во Дворце творчества на Красной сейчас тоже все спокойно. Утром заставил поволноваться один из комплексов обработки избирательных бюллетеней – Каибов. Отказался работать. За полчаса комплекс отремонтировали. Значит, возможные фальсификации ограничены. Голоса подсчитывает не человек, а техника. На этом участке почти одновременно голосует сенатор от Карелии Сергей Катанандов и кандидат в депутаты Государственной Думы Валентина Пивненко. Ну, я определилась и голосовала так, как считала нужным. На свой участок в вечернюю школу на Балтийской идет голосовать Лариса Подсадник. Я сегодня смотрю, что очень много людей идет на избирательные участки. Это говорит о том, что люди готовы выразить свою гражданскую позицию и выбрать то направление, по которому дальше будет развиваться Россия. К трем часам дня явка на выборах в Карелии составляет почти 24%. А к шести вечера – 31%. Сразу после окончания процедуры начинается подсчет голосов. Юлия Кучеренко, Иван Медведев, телеканал Ника+. В Карелии сегодня обсуждают предварительные итоги выборов. «Единая Россия» сформировала уверенное большинство депутатов как в законодательном собрании, так и в Петросовете. По мнению главы Карелии Александра Худиланина, конституционное большинство, которое «Единой России» удалось получить в Заксобрании и Петросовете, положительно скажется на дальнейшем развитии региона. Я очень рад, что мы от скандалов, от конфронтаций переходим к созиданию и избранные представительные органы власти, созидательные, которые действительно будут сегодня работать на благо жителей республики Карелии, на благо будущего республики Карелии. Я этому очень рад. В пятый раз защищать интересы жителей Карелии в Государственной Думе будет Валентина Пивненко. Представительница «Единой России» по предварительным итогам выборов уверенно обошла своих соперников. Я хотела бы прежде всего поблагодарить избирателей республики Карелия, которые доверили мне в пятый раз работать в Государственной Думе. Валентина Пивненко отметила, что во время выборной кампании ей удалось пообщаться с жителями Карелии. Встречи были непростыми, разговор в основном шёл о проблемах. То, что стартовала наша федеральная адресная целевая программа развития Карелии, обеспеченная при помощи фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, немалыми финансовыми ресурсами. Вот это была основа для того, чтобы говорить о перспективах развития Карелии, о работе депутата. На выборах в Петросовет из 14 округов «Единороссы» победили в 13-ти. В одном округе победу одержала коммунист Галина Васильева. На выборах в законодательное собрание из 18 одномандатных округов «Единая Россия» победила в 17-ти, проиграв в одном округе представителю «Яблоко» Андрею Рогалевичу. По списку «Единая Россия» набрала 33% голосов избирателей. Таким образом, ещё семь депутатов будут представлять партию в парламенте как списочники. Имена их пока не называют. Я бы не стала сейчас делать прогноз, потому что нет ещё точных результатов, а по некоторым округам разница буквально там в десятые процента. Поэтому, да, вот здесь давайте всё-таки дождёмся официальных результатов. Имена депутатов, которые будут представлять «Единую Россию» в парламенте, обещали озвучить на этой неделе. Когда дадут тепло и надо ли платить за регистрацию по месту жительства? Текущие городские проблемы обсудили сегодня на планёрке в мэрии. Столбик термометра сегодня поползёт вверх в квартирах на ключевой птицефабрики в Сулажгоре, Сайна, Волоке, Песках и Соломином. В остальных районах подключение к отоплению начнётся 21 сентября. Чиновники просят жителей набраться терпения и ждать тепла в течение дня. Требуется несколько дней для того, чтобы перевести систему с летнего режима на зимний. Поэтому нужно всем с пониманием отнести, что 19 или 21-го ровно в 8 утра отопления это не будет. Ещё одна важная новость. Петрозаводская паспортная служба больше не будет взимать плату за регистрацию по месту жительства. С сегодняшнего дня соответствующее судебное решение вступило в силу. Набралось гостей со всех властей. Для семьи Гуляк из посёлка Лендеры приём гостей стал делом жизни. Успешным и прибыльным. Об опыте лендерских ательеров в нашем следующем материале. 35 лет назад выпускница Киевского техникума советской торговли Галина Гуляк приехала в Лендеры по распределению. Думала, отработает три положенных года и вернётся на Украину. Но расстаться с Карелией не смогла. Лучше места нет. И причём Лендеры. Здесь такой красивый посёлок. Такие люди добрые. Природа такая. Край богатый ягодами, грибами, рыбой, медведями. Зверья очень много всякого. Администрация Муизирского района предложила семье Гуляк открыть гостиничный бизнес. Стартовое пособие 300 тысяч получили в рамках региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Карелии. В феврале 2013 открыли первый дом. Его оценил министр природопользования Виктор Чикалюк. Он пожелал открывать ежегодно по новому дому. Пожелание сбылось. За три года появилось три дома. У нас тоже присутствовал глава Карелии Александр Петрович Кудилайнин. Он тоже нам оставил пожелание. Сказал, раз Чикалюк вам сказал, чтобы каждый год росло по гостевому домику, а я вам пожелаю, чтобы эти домики никогда не пустовали. И, наверное, с его легкой руки у нас народу всегда очень много. Чистые и уютные комнаты, вкусная еда, душевные посиделки. Здесь есть все, что нужно путнику. Но главное – это радушие хозяев, о котором наслышаны далеко за пределами поселка. Сарафанное радио – единственная реклама лендерских отельеров. В хозяевах самые теплые слова, поэтому всегда и мы рады их видеть, и они, наверное, нас всегда тоже рады видеть здесь, за столом. Вот, общаемся, встречаемся, разговариваем. Вчера, на самом деле, с местами были проблемы. Не то, что с местами. Да, у хозяева нашли варианты, никого не ущемив, и принял гораздо больше людей, которых могли бы менять. И мы не остались на улице. Секретом успеха семейного дела Галина Ивановна считает готовность меняться и умение слышать пожелания клиентов. Мы такие простые, чем проще человек, тем с ним легче общаться. Алена Сяньти, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Это все новости на сегодня. Я, Алена Сяньти, с вами прощаюсь и желаю всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова